переходим ко второй части балета да это у нас будет выступать товарищ павлик до какого числа там упаковано просто упаковано все да это она на сколько на неделю просрочен а попробуй может быть она все нормально 24 12 то есть она уже до месяца месяц полтора месяца а где изготовление там упаковано то есть 23 числа она уже января до 2005 год и тут тоже 10-й 01-й 2005 года 30 дней храницы слушайте мне все равно когда упаковано мне главное это опасованного продукта слушайте у вас на 14 лет просрочен продукт 14 лет нет дата изготовления 10-й 01-й 2005 14 лет у меня машина новее вы чё ребят я как потребитель я не вижу и не понимаю свежий это продукт или нет я обычно пробую на вкус сомнительное качество но в любом случае платить же такой нельзя это некачественный продукт вот это вот вот это вот это подлежит вписанию оно у вас прям очень старый и жвачка моя списанию подлежит 2005 года ваши орехи тоже на 14 лет это рекорд я буду такой нет у меня максим детское питание 9 месяцев просрочено то есть учитывая что детей с 4 месяцев прикинь ребенок родился и она уже полгода как просрочен до его рождения паленый стикер они каждый день прямо стикер на стикер клеют и каждый день переклеивать каждый день они осознанно продают просрочка создана это уголовная статья понимаю забыла там можно вас кто хочет так сегодня мы охраняем сегодня мы охраняем людей от просрочки я другой охраны в алых парусах это у нас щукинская самый дорогой самый вкусный сыр после которого я буду балдеть ну-ка давайте не отрежьте мне пожалуйста 100 грамм а вот который 4 225 да до 100 150 10 01 2005 дата изготовления срок годности 30 суток видите 30 дней ну мы не знаем какая тут ошибка это можно про всю просрочку так говорить что это ошибка но факт в том что это на 14 лет это наш рекорд я вас поздравляю вы нас порадовали до этого был детское питание на 9 месяцев просрочено вот но у вас слава богу орешки и на 14 победитель номинации самый старый просрок то есть вы недавно открылись все это говорят все это говорят упакована 10 сегодня 10 срок годности у сыра нету все состав есть срока годности нету едим можете показать срока годности где пятника подтвердила срока годности нет мы рискнем мы рискнем сейчас попробуем вот а дорогой сорт от изготовления от сроками смотри пацаны смотрите тут порядок уже почти наведен так нам из задатки на последнюю полку залезают до люди смотрите комяк комяк жрет сыр я охранники знаете сниму как-то тогда я сам все сниму сейчас пацаны сейчас охранник будет жировать сыр ну реально тухлый видать умном-ном говно если бы здесь был печальник и меня обзывали бы ну как бы плохо вели себя я бы плюнул на пол не могу более нормальная некогда любители развлекуха несчестно это вообще бы сыроеды это говорят ужасные люди хуже чем вегетарианцы давай павлик ты расчехляйся а то я есть хочу молоко коровье все христой упакованы есть даты производства срока годности нет вы же горюк знает подошел сказал вот смотрите дата производства есть а срока годности нет как ты думаешь как их заставлять делать маркировку именно вот так именно вот так пока что я самый самый действенный способ это чтобы вызвать у них вредность обиду то есть я жру и не плачу и как-то офигел у них примерно так и рубавлик а вот и для потребителей поясни пожалуйста вот как это так ты же получается не купил еще это того что они должны по и звигу а не должно почему они должны маркировку писать чтобы потребители была полная информация по нему чтобы они не возникло вопросов я тебе про то что почему я можешь это сохранить вот email а я посмотрел полной информации нет у меня уже возникли сомнения покупать не отцелили нет и тогда я его край пробую понимаю свежим или нет пути оп dire попробовал то есть и таким образом заметишь с товаром конечно раз они не предоставляют не полно из помена но это ли там если там был товар надлежащего качества, ты был бы обязан его платить, правильно? Конечно, я же испортил упаковку, все. Им же нельзя потом будет упаковку переделывать, новый стикер клеить. Нельзя этого клеить. Но никакого правонарушения это не образует, да? Что именно? То, что ты сожрал сыр. А какое? До оплаты. Ты мне ответь, образует ли? Нет, нет, по крайней мере, меня уже за три месяца никто ни разу не привлекал, во-первых. Во-вторых, он не качественный продукт. По закону он обязательно должен содержать срок годности. Ну, вы возьмете молоко, а там срок годности нет. Это качественный продукт? Конечно, нет, вы не знаете, а свежий или нет. Поэтому, чтобы убедиться в качестве продукта, ты решил попробовать? Да, я решил попробовать. А мне оба стих? Ты можешь попробовать тоже. А дай мне свежий кусок, а? А обдели сколько хочешь. А тебя охрана заставляла сыграть? Они все равно его выкинут, они не могут его перестикеровать, они не могут его переделывать и переупаковать. Они все равно должны выкинуть. Поэтому никаких убытков у меня не будет до того, что я поел. Мне кажется, он не свежий, но... Но надо побольше попробовать. Давай, Даник, покажи Данику. Даник, охранник живет просрочен. Посмотрите, двои, да? Да, вот, кстати, тоже меня спрашивали, типа, надо, чтобы осталось чуть-чуть. Конечно, надо было оставить, чтобы чуть-чуть. Мало ли, у них возникнут запросы. Им-то тоже кушать хочется, да? Да, они так убы. Они это перепаковывают и продают, они не будут тогда есть. Только мы, дебилы, это жрем. И вы. То есть, нужно маленький кусочек оставить, чтобы мышка только съела, да? Да, чтобы только мышки хватило, чтобы им не хватило. Так, мы идем, есть хамон. А это не документ, это любой. Это вам прием. Ну, кем он заверен? Кто принимал? Кто принимал? Документы в деболтере. Нет, вы могли это напечатать прямо сейчас. Это я из компьютера и распечатал. Так, а чем заверено подписано? Это документ, чтобы я вам верил заочно. Ну, раз вы не хотите нормальную маркировку ставить, тогда вы заморачиваете. Смотрите, печать, печать и в конце подпись печали. Заморачиваете? И все. Раз не хотели нормальную маркировку ставить, то заморачиваете. Ребят, ну, ошибка в компьютере. Ну, ошибка во всех товарах. Ну, все так говорят, понимаете? Ошибка во всех товарах. Ну, где темно, что просто другая карточка. На весна, вот и все. Ну, смотрите, хорошо. Вы сейчас будете перепаковывать этот агрет-герет? То есть, товар. Я вам объясню. Подожди, подожди. Я вам объясню. По самому товар, который вы запаковали и уже наклеили маркировку. Его нельзя перепаковывать еще раз. Нельзя. Вы его сейчас не имеете права, другой стикер наклеивается. Понятно. Вы его все равно выкинете. Да. Вот именно. Поэтому смысл, что вы мне сейчас даете, нет. Все равно мы должны оправдать, что здесь все было нормально. Поэтому лучше, если будете оправдывать, то лучше поставьте печать, чтобы это было официально документально. Мы произведем 10-го, в день варя, где-то знак. Может быть, это правда, но мы уже не знаем, правда это или нет. Мы должны были продублировать. Орехи 2005 года тут. Для тех, кто только сейчас присоединился, орехи 2005 года. Что там, хамончик? Да, конечно, предупредил, но сейчас проявили как солидарный, предупредили, что мы придем. Как Роспотребнадзор действует. Ну и к вам придем с плановой или с неплановой проверкой. Они даже про неплановую предупреждают. И что исчезло с прилавком? Дело в том, что я не знаю, что, но когда мы приходили, все, все, я тебе говорю, все то, что они перепаковывают. Изелька где-то бывала дата производства Изелька. Хамон где? Зачем пришли? Что-то уже их. Не имеется. Что-то уже их. Что-то уже их. Что-то уже не нашел, на. А это хамон? Слушай, не знаю. А, смотри, вышли какой. Знаете, что такое хамон? А тут точно еще градусов-то есть. Вот, вот, видели? Смотрите, они все лежат вот тут сверху. Вот давай, Игорек, вот Игорек сейчас расскажет. Смотрите, школьник, школьник расскажет. Давай, скажи, нарушение. Ну, температура-то хранение нарушена. Нарушена? Условия хранения. Это надо... А тут 15-20, да? Ну да, где-то имеется. Вот, ребятки, молодцы какие, смотрите. Управляющих компаний, подойдите, пожалуйста. И посмотрим, если не надо. Вот, по полной стене. У нас все нормально, но температура от 2 до 4. Вот все вот эти вот колбасы выкидывайте. Да, я еще снимаю. Прям все, все. Снимайте, выкидывайте. Не, ну можем еще попробовать их, конечно. И мы сейчас еще пройдемся, вернемся и посмотрим от списания, как вы это все списали. В надежде, что вы не будете это перепаковывать. И он не должен его оказать. Он не получает зарплату за это, как вы. А знает лучше вас. Вам не стыдно? Слава богу. 3,800, пожалуйста. Ну что, эта фраза сегодня... Я обожаю с перцем. Павлик. Девочки, девушки, можно вас? Вредный потребитель к вам пришел сегодня. Дайте, пожалуйста, этот, окорок. 3,798. Комяк. Да. Я сегодня думаю... Ну, я думаю, мы не будем произносить фразу, которую нам до этого, это самое, сказали. Надо вызов в полицию, они их заберут, да? Да. Это статья. Такая. Мужчина на торговле? Уголовную, конечно. Но она сказала, что стыдно. Стыдно. Нам же не главное наказать. Ну, тогда мы не будем, как они. Мы не будем отвлекать сотрудников 11 человек. Да, тут 11 полицейских приезжает. Если человек сказал, как это может быть, ну, что-то изменить. И потом, здесь же многие знают, да, кто это находится. Люди будут видеть видео, зайдут, посмотрят, также скинут мне фотки, как сейчас. Вот, смотри, до сих пор продолжается. Или еще что-нибудь. Это что такое? Это очень вкусная штука. Это хамон. 4 тысячи рублем почти стоит. Так, давайте... Дербаним. Давай, давай. Павлик, ну ты палец-то свой, это самое. А давайте я вот так вот сделаю. Я в охране работаю. Вот, и мне кушать... У меня зарплата маленькая, и покушать вот только в магазинах, и то просрочку удается. Нет, я подглядываю, нет. Так, Эдвард Билла тоже у нас, безоед, оказывается. Эдвард Билл здесь нет. Так, сколько это стоит, говорите? 4 тысячи рублей? Да. Комяк, ты поедаешь это нагло, и ты мерзкий. Я тебе честно скажу. Да, давай сюда, хамон. Ты не достойный его. Так, 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 я смотрю, меня не достойный. Да какой вкуснейший, он мне кажется, просрочный. Мне кажется, он... Он не слоеный. Он плохо перцовый. Когда обычно с перцем, они гораздо ярко выраженнее перец. Короче, бери все. Дерните кто-нибудь там, застой. Здесь очень много соли, мало перца. Вова, ё-моё. Вы могли их приготовить и не запаковывать. Понимаете? Нет. Они у вас лежали, допустим, весь день? Опять просрочка, а? Потом только запаковали. Смотрите, как вы... Ну, опять нарушили... Как получается, видите, как... По составу нормально написали, из чего состоит. Жиры, белки, углеводы. На ценность написали, все нормально. Но вот дату производства нету. Ну, нету. Забыли, да? Ну, как человеку понять? Хочешь курочку попробовать, нет? Я бы такую и не пробовал. Я вообще такие вещи не покупаю. Ну, курочка это вообще... Еще яйца просрочные, давай, пойдем. Когда его произвели? Произвели его сегодня. Все салаты мы получаем. А, стикер где? Как его? Маркировочка. И потом в течение дня померим. Маркировочка будет. Это у нас саборник. Нет, вы должны здесь поставить во сколько этот продукт появился вот здесь. Во сколько его приготовили, во сколько он здесь появился. У нас существуют саборнички. Вам сейчас по которым? Да. Взвезли мне 200 грамм. 200 грамм сейчас здесь. Лучше 300. Хорошо. Марина, подойдите, пожалуйста. Что? Я вам сейчас просто предугадаю, что будет сейчас происходить. Вот этот салат без какой-то маркировки стоит здесь. Без аннотации. Сейчас мне его запакуют и скажут, якобы он произведен, он изготовлен вот в этот момент. Нет. Нет? Тогда я жду, когда будет время. Да, сейчас. Я посмотрю, может там действительно... Она уже пошла за саборным местом, они же когда готовят и когда выдают, у них прописывается время. Да. Вы должны были менять это сразу... На хамон маркировку. Это не от него хамон. От него. Я вам говорю, нет. Вот он. Я не буду говорить о этом. Ну потому что я не верю. Это вы тоже. Вы думаете, это мы для чего собирались? Мы не знаем. Я вам честно скажу. Я отталкиваюсь... Я отталкиваюсь от Закона защиты прав потребителя, таможенного союза, регламент, где написано, что на маркировке вы должны указывать данные, которые здесь. Чуть побольше, побольше. Но на маркировке вы не указали. Что не указали? Дату изготовления на хамон и срок годности. Там написано, что маркировка находится на фабричной маркировке. Мы не можем на каждый кусок... Нет, я имею в виду на продукт. Обязаны. Мы не можем на каждый кусок... Опять же, та же история. Вы куда сейчас денете вот этот кусок? В какой? Где маркировки нарушен? А где нарушение? На хамоне. Давайте сейчас покажем. По поводу 18-12. Сейчас сколько время? 18-12. 18-12. То есть она мне хочет сказать, что это сейчас изготовление? Только что горилла нет, нет. Нет, почему 18-12, стоп. Но когда он был изготовлен? Вот сейчас 18-03 вообще. А, еще и будущее. Из будущего? У вас салат из будущего. У вас изготовлен 18-12? Я просто не буду. Это как из будущего? Ну, сейчас не наступило еще это время. Скоропорчащиеся, быстрого срока годности. Обязательно должно быть время фасовки и время производства. Ну, прям вообще обязательно. Мне? Вплоть до минуты. Потому что 12 часов. Я в кулинарии. Будешь? Кто-нибудь будет есть? Я сомневаюсь. Нет, подождать 13 минут, чтобы было. Подождите, дата изготовления, 19-го декабря. Сколько годен от 19-го декабря? Ага. А еще какой-то час назад нас тут называли клоунами. Говорили, что полиция нас заберет. Вот эта вот девушка. Отечественно, нормально. Да. Где-то продуктивная работа. Да, теперь мы сейчас полмагазина просто утилизируем у них. Смотрите. В себя, причем, в плавене. Я на самом деле мщу за своялый, бруссовский оригинал. Мстительный какой, да? А мы еще туда поедем, мне кажется. Хорошо, давайте мы обменяем с телефона меня, потом сфотографируем, когда мы эту выбросили. Нет, зачем? У вас же есть печать здесь, в бухгалтерии. Поставили и все. Слушайте, Владимир Путин уже решил эту проблему. Нужно подогнать бульдозер просто и прямо уничтожить вот на камере. Вы сам? Конечно. Вы не сам? Мы бы были рады. Если честно, вот можно охранников ваших тут оставить и нормально. Нет, пятерочку не надо. Лучше вы вредите, чем пятерочку. Вы лучше, чем пятерочка. Не вы, как человек, лучше, чем пятерочка. А как магазин. Ну, изря. Почти мне не понравилось. Нет, ну вы не хуже пятерочки. Ну, потому что пятерочка это магазин, а вы человек. Так вот идет разбор. Тут паблик жестко докапывается к документам. Ну, просто я не знаю, это один документ или два. А может ты как Роспотребнадзор просто денежку возьмешь и все, и уйдешь? Я бы взял денежку. Да. Ну, не усов бы. Давай, Игорек, смотрим. Состав есть, энергетическая ценность есть, 24 часа годен. Ребят, прямой эфир не могу упустить, потому что нет. Ну, с какого момента непонятно, упакован сегодня. Нет наушников, будет эхо. Даты производства нет, строка годности нет. А это вам пришел замороженный, прошло термическую обработку. Да, термическую обработку когда проходил? Это сегодня. Где? Ну, пока нет. Я хочу все сегодня. Будешь пробовать? А где у нас кто хочет пробовать? Вот. Мы поняли, что это тоже нарушение провел. Непонятно, то есть свежим или нет? То есть они непонятно, когда его сделали? Серега, Серега, булочку хочешь? Булочку. Я хочу. Сергей, ему нужнее. Видите, он же с работы, видите? Сейчас Фотохантер передаст свои микробы Сергею, и у Сергея будет больше подписчиков. Видите, смотрите. Нет, я думаю, этого микробов меня не будет. Он старый, как минимум вчерашний. Он прям сухой. А, этот вообще... Голеновый пекан, он нежный. Этот еще хуже, да? Дай-ка, дай-ка, дай-ка. Голеновый пекан, он нежный. По идее, ну, ваш у нас будет соединить. Мне не понравился. Он сухой, смотри, какой адский сухой. Он как печенье. Он должен быть нежный, прям с повидлом. Как вкусненько должно быть. Поваром работал 15 лет, за что и выгнали. Нет, я же хожу везде, пробую, понимаете? Я уже как дегустар. Весь Ашан объел, представляете? Цемель я ел. Прям кусочек отъел от Ашана. Идем дальше? Его Ашанником прозвали. У него бейджик был, он просто не потерял. Он вам хотел бейджик показать Ашанник. Ему прям Ашан выдал. Относительно влажности, не более чем... Сейчас будем сладенькое скушать. Да, есть ложечка? Ложечка есть? А у вас есть ложечка? Да, мы хотели бы съесть. Лилочка пластиковая, ложечка. Есть у вас? Дайте, пожалуйста, Марин. Да, мы дойдем сейчас. Тетинка Марина очень нормально, адекватная. Я прям... А что ты схватил это? Вот, взял бы вот это что-нибудь проверить. Ну, выбери, я проверю, давай. Ты выбирай, а я посмотрю. Так я бы хотел вот это. Да, пропустите. А тут вообще вроде... А, есть. Мне более 7. Нормально тебе? Не более 7 чего? 7 минут? Сравнил? 7 лет. 7 лет? Тогда это свежий. През не заплатить, да? 7 лет. Не более 7 что? 7 моментов, 7 секунд, минут, часов. Я не знаю. Ну да, 7 суток должно быть, все верно. Конечно. Нарушение файлов. А ты видел момент такой? Рашид, ты уволен, единор. Не видел? Нет. Вызискал. Он в магазин приходит. Так, ребятушки, пробуем 7-моментное, как говорится, чудо. 7 просто моментов. Прогодность у этого 7. 7 непонятно чего, но 7. Раз, два, три, четыре, пять. А, это 7 секунд, мне жить осталось. Все, больше нельзя есть. Подожди, стой, стой. 7 минуты прошло. А сейчас Павлик скажет. Действительно вкусно? Ну, я делаю в том, что я как медведь. Я вот когда потухнет немножко, я начинаю есть. Подтухнет или потухнет? Так, камичина. Вкусно? Отлично. Ох, как зачерпнул-то. Это, короче, это... Блин, где? Так, Борис, давай, за гум. Это, короче, мне было... Откармливаемого, видите, у него тут еще фингалот от гума остался. Вот на вкус, честно скажу, свеженький. На вкус свежий, но... Так, школьники, будете? Правила маркировки у вас нарушены на ней. Я надеюсь, вы исправите и будете радовать покупателей. И охранников уволите и понизьте цены. Как вы начинали агрессивно на нас, как будто мы злодеи. Там вы не правы. Мы везде правы. Там вы не правы. Мы каждый шаг обдумываем, прежде чем идти делать. Вот, Павлик. Нельзя обсуждать дела Всевышнего, понимаете? На, Всевышнего. В смысле? Мы есть он. Кто? Мы, мы, так сказать, святохульник. Мы, так сказать, воплощение его в этом бренном мире. Десятая, десятая. Хотел у нас угостить еще и селедочкой. Рыбочкой. О, да. Рыбочка, рыбочка. Десятая, но вторая, девятнадцатая. А сегодня какой? Десятая. Десятая. То есть, получается, оно уже как почти сутки. Ночью. Не сутки, 18 часов просрочен. Но не продавать. Все, капец. Ты будешь сейчас пирожным это есть. Да, мы еще молочку сейчас зайдем, молочком запью. И огурчиков соленых остается найти, чтобы и тут остаться еще потом. Сегодня последний день. Снимайте. Это блины с беченкой или что это? Последний день сегодня. Дело в том, что... Просто человеку, действительно, человеку надо же будет до дома донести. Дождаться родных. Кстати, Гражданский кодекс нам говорит об этом очень интересно, что потребитель должен успеть употребить. А вот время не определено. Дело в том, что... Теоретически можно прийти и сказать, да, что я вот хочу это употребить, мне нужно доехать до Владивостока домой и там мне ехать на поезде 14 дней. И по закону он будет прав. Да, да, пироженки, если хотите, можем пожрать. Там везде нарушена маркировка. Пойдемте. Да. Перекусим. Смотрите, изготовлено 10, а срок годности какой? Тоже мне не осталось. Девочки, идите-ка сюда. Ошибка продавцов. Вы почему на маленькую ленту сделали? Вы понимаете, что у нас сейчас проблема? У вас большая лента есть, где на кладке находится? Да, а в чем дело? Почему на маленькую печатку? Все, разнос. А спечатание нормально? Не-не-не, вот на этом не надо переделывать, это все уже. Это все. Не, ну мне нужно показать, что у нас есть. Не, показать можно, но вот это все, чтобы они не переклеивали, это все под списание. Вот, собственно, выяснилось, почему тут это все просроченное, потому что ошиблись размером ленты. Здесь тоже, да, здорово годности при температуре 4,2 и относительно возрасте не более, и все. Везде, где мы заходили, почти везде нашли косяк. Естественно. Косяк? И съели его. Работников, которые ходили по полку, мы искали просроченное. Видел, видел. Что сказать по этому поводу? Они даже возле салатов, там несколько человек было. Ну как, молодцы, что старались перед нами? Вот Марина ответственная на лицо. Какой вы должны занимать? Управляющая. Изменила свои отношения к нам и прям стала более дружелюбной, ответственной. Да, и это просто. Мы это за это так делали. Она травила нас почти автобус ОМОНа. Напомнили. Разве это есть? Мы не знаем. Вдруг у вас связи. Вызвать 11 сотрудников полиции. Да, у нас, кстати, ни разу такого не получалось, честно сказать. Я так и не старался, никогда не получалось. Двоих-то еле выцепих. Быстро приехали. Быстро приехали. А вы на каком-то особенном счете... Щиту у них. Щиту. Вызывала меня. Наверное, охрана. Причем один раз наступила. Комяк заставил человек упаковать наушники. Представляете? Комячина. Потом там, когда все разбирались с ментами, мы с Димкой пошли. Закопались до мужика. Я говорю, ничего себе, в алкоголь купили? А мужику лет 40. Он с бородой. Я говорю, паспорт есть? Вы что, издеваетесь? Я говорю, есть паспорт? Он достал паспорт. Достал удостоверение пенси... Не пенсионное, а инвалидное. Отчитался все, короче. Чек дал. В общем, ссылка на Павлика будет в описании. Подписывайся на его канал. Да, спасибо. Ссылка. Как у тебя канал называется? Глупый комяк? Да. Тупой. Тупой комяк. Ой, тупой. Самая ирония. Я намекаю на то, что я не умный. Ты не оправдывайся. Школьник лучше знает. Да. Ну, чем местное руководство. Ладно, что мы ищем-то? Мы опять корешка вернусь. Фрукты посмотрим, как они. Более-менее фрукты держат. Ну, тут кроме как, зрительные какие-то эти, ничего не поможет. Практически везде, кстати, вот, если кто не знал, практически везде на фруктов, если вот так вот возьмем упаковку, да, там написано срок годности полгода и написано, после сечения срока годности продавать можно при сохранении органолитических свойств. То есть целостность кожуры, мягко-немягко, воняет-не воняет, длинно пусто. А до полугода? А до полугода? Если им пипец придет до полугода. А это уже тоже подходит, если товар не... Они не имеют права резать, не имеют права продавать. Гнилье будешь кушать? Вы знаете, арбузы продают нарезанные, запрещено, нельзя продавать. Нарезают, бывают, там, апельсины, еще чего-то запрещено. Нет, они же нарезают, чтобы это... Ты попробовал, прежде чем купить? А, для пробования, да. Ну, вообще... Я не видел, чтобы... Для ауры запрещено, наверное. Я не видел просто, чтобы продавали арбузы-то. А, ну, половинка, кстати, в Ашанах, половинки они любят продавать. Запрещено. Папайя! Мне кажется, мы сейчас будем кушать папайю. Дима, я, кстати, между прочим, обожаю папайю. Пойдем, откроем кушать, пойдем. Не помню точно название Санпино, но там точно говорится, что фрукты, ягоды, фрукты, овощи запрещено. Если нет специализированного помещения. Ребята, у нас есть кулинария. Церковь. Запрещено. Продавать такие запрещено. Если вы делаете блюда из него, тогда да. А это не блюдо. Почему? Потому что это единиственное название. Тут номинования нету, кроме одного. Я понимаю. Поэтому, в принципе, можно попробовать здесь аккуратно, в принципе. У нас же другой был вопрос. Вы просто папайя. Что к папайям? Да, мы просто уже все. Мы уже вас не будем мучить. Ваш магазин. Мы просто попробуем. Ты что, плюешься? Ну, более-менее. Суть претензий вы поняли наш? Да. Как считаете, правильно вы поступаете или нет? Мы стараемся, по крайней мере. Исправим. Ну, признаете, что вы были неправы, и исправите, да? Ну, конечно, есть, спасибо. Есть, спасибо, понятно. Знаете, что такое технический регламент таможного союза? Да. Изучите, пожалуйста. Спасибо большое. Это все, конечно же, некачественный товар. Мы за него платить не будем, сами понимаете. Какие-то претензии еще есть к нам? Слава Богу. Спасибо большое вам за дружелюбие. Говорю на камеру в пятый раз, что Марина очень дружелюбная работник. Большая к вам просьба. Пожелать нам удачи, не злиться, не проклинать нас за спину. И передать привет на камеру и сказать подписывайтесь на наш канал. На наш. На наш. На наши их много. Тут очень много. Очень много, вы не запомните. Просто скажите, подписывайтесь. Да, подписывайтесь, ребят. На канал. Без лайков. Без лайков. Не, на Марине можно лайк поставить. Да. Мариночке ставим лайк. Хорошо, спасибо. Она очень хорошо себя повела. Просрочку, просрочку прямо выкиньте. Рыба. Все, вот это вот. Там прям просрочка. Вы не режете фрукты и овощи. До свидания. Ну что, это был ТЦ Щука, Алые Пруса, магазин. Ну, где и запрещают и снимать, и, не знаю. И к людям даже присылать запрещают. И помогать. А, нет, мы никого не присылали. И помогать, осуществлять, ну, скажем так, охране. А на котнях это не совсем охрана. У них даже не было формы. У нас настоящий охранник. У него форма, там, регистратор. Дубинка даже есть. Но интеллекта в глазах все равно нет. И помогали осуществлять, скажем так, защиту товаров магазина, а они были недовольны почему-то. Но мне все понравилось. Мне понравилось то, что охранники осознали свою совершенно ненужность. Они говорили всем покупателям, к которым мы подходили и какие-то требования, ну, просили, да, просили предоставить какие-то пакеты, то, сё. Они говорили, они никто, вот они никто, охрана никто, не надо им ничего показывать. Чего вы им подчиняетесь? Это клоуны, вот так они говорят. То есть, я совершенно с ними согласен. То есть, говорят так же, как и мы, в принципе, в другой ситуации. Всегда к ним и относились. Ну, а вы пишите, что думаете об этом. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите много-много комментариев. Ну, и подписывайтесь на наш инстаграм, телеграм-канал и группу ВКонтакте. Новая группа ВКонтакте появилась. Ссылки будут в описании. Всё, всем удачи, всем пока. Также вставим вот этого павлика туда, в описании тоже подписываться на тупого Камяка. Вот, Боря тут на всех, на волочку. Вы чё? Эй, дай скажу. Как тебе там? Я не хотел просто. Человек в бабочке. Так, и вот Дима, он так и не завел канал, но мы его обязательно запинаем и заведём, он заведёт канал. Мы его за угол заведём и каналом заведём. Всё, всем удачи, всем пока. Борейте за свои права.